Слава Украине! Героям слава! Приветствуем от Полуанского! Продолжают всех смешить русня, которая пытается наладить какое-то снабжение и какую-то связь между левым и правым берегом в районе Антоновского моста. Но реально это выглядит настолько убого и комично, что стоило отдельного поста в нашем телеграм-канале. Можете зайти посмотреть этот пост снизу. Значит так, выглядит это следующим образом. Несколько катерковричных пытаются тягать паром. Причем на пароме места мало. Представьте себе, им нужно огромное количество людей кормить, снабжать боеприпасами и прочей лабудой на правобережье Херсонской области. А значит там такой вот манюсенький паромчик бегает, но на него остановится там 3-4 легковушки. Это в лучшем случае. Вот. И они тягают это дело час в одну сторону, час в другую сторону через Днепр. Двумя катерками. Значит, а они же еще трусливые, ко всему прочему. Значит туда становится, чтобы же их не разбили там. Да, они же трусы же отчаянные. Значит они ставят туда парочку гражданских машин. Ну и рядом свою легковушку военную. Бо ничего кроме легковушки туда уже загнать невозможно. Не, ну можно типа газельки что-то еще загнать. Вы себе представляете? Значит по одной газельке час туда, час назад за два часа они собрались снабжать вот эту всю правобережную группировку. Учитывая, что Каховский, по Каховскому водохранилищу вчера тоже, я имею ввиду вот мост через Каховку, тоже вчера прилетело и тоже там все разбило к чертовой матери. Вот мне даже интересно, сколько они продержатся вот на этом вот паромчике, который тягают мимо Антоновского моста. Причем они его тягают как можно ближе к Антоновскому мосту, что если по нему пыльнуть, чтобы попало еще раз по Антоновскому мосту. Ребята, я думаю по нему никто пулять не будет за полной бессмысленностью сегодня его деяния. Вот этот паром, он стоит меньше, чем боеприпас от Хаймерса. А перетянуть он на себе, ну может максимум газельку. Поэтому разбивать его нет никакого смысла. Можете на нем кататься, кстати, да, но на этом же пароме могут убежать все коллаборанты. Так же, как уже убежали все коллаборанты из Единой России. Точнее вот эти жулики из Единой России, которые прибежали в Херсон. Там некоторое время побыли, а когда поняли, что пахнет керосином, быстренько сдрыснули оттуда. Поэтому давайте действуйте. Пока еще есть у вас паром, вы можете каким-то образом добраться до левого берега. Но это не точно. Слава Украине! Слава Украине! Продолжение следует...